Мы пока что поговорили только про рекламные деньги, откуда они берутся и какие существуют более надежные способы их заполучить, почему за них нужно бороться. Но существует, как вы видите, целая четверть американского рынка, это пользовательские деньги. Это деньги, которые люди платят за подписки, это люди, которые платят за покупку сингл копину, то есть единичного номера газеты или журнала. И это те деньги, которые кабельные операторы получают от подписки, например, к телеканалам и затем между телеканалами распределяют. Что происходит в Украине с пользовательскими платежами? Для начала вопрос в зал. Кто из вас платит деньги за украинский контент? Платил. Платил, за что ты платил? За украинский эсквайр. Больше никто не покупает вообще ни кое же неделю? А новое время. О, да, вот, кто что покупает? Новое время. Новое время? Тоже? Новое время? Репортер. Репортер. А репортер же закрылся. Я думаю. Нет, серьезно, он еще существует? Весь телепортер? Да. На три недели не было уже. Да. Мне тоже казалось, что непечатная версия свернули. На три недели не было. О, отлично, да, он существует. Супер. В Киеве просто не видно уже на раскладках. Я думала, они загнулись. Фокус. Фокус. Ну, короче, это все еженедельники. А в Украине нету фактически платного медиа-контента в интернете. Это связано с двумя причинами. Во-первых, издатели не верят в готовность пользователей за него платить. А во-вторых, те немногие издатели, которые пловоробовали заставить пользователей за него платить, обнаружили, что действительно пользователям он не нужен. Один из самых известных внутри медиаранка кейсов, которым теперь все перед друг другом потрясают, в момент, когда речь заходит о платном контенте, это запуск журнала Forbes для iPad. Это проект, на который потратили просто на запуск и на сам факт его существования разработку макета, программную, там, возможно, встать в Apple Store и прочие дела несколько десятков тысяч долларов, вот. И на который за первые пару месяцев существования подписалось меньше тысячи человек. При том, что акционная подписка стоила дешевле, чем подписка на печатный журнал. С чем это связано, в первую очередь? Есть объективные причины, которые касаются всех медиа в равной мере. Это то, что у нас, а, не очень развитые онлайн-платежи, и здесь сидящие это представители немногочисленной аудитории, которые, в принципе, что-то покупают в интернете. Но есть и вторая причина, более объективная в случае с медиа, это отсутствие причин платить. Потому что, покупая журнал или покупая какой-либо контент в интернете, человек не покупает контент как таковой. Никто ведь из вас не хочет купить текст. Просто текст. Иногда вы покупаете, что он хороший, он хороший. Да, но этот хороший текст, он почему хороший? Вы же платите не за сам факт того, что это будет текст, а за факт того, что вы, как пользователь, в качестве продукта или преимущества получите по прочтению этого текста. Люди готовы платить за две вещи, если по большому счету. За то, что приносит им удовольствие. Мы так устроены, как приматы. Люди платят за то, что приносит им удовольствие, стимулирует вот эти вот центры в мостах. И второе, поскольку мы существа не только социальные, но и экономические, люди готовы платить за вещи, которые им дарят экономическое преимущество. И исходя из этого, собственно, и существуют два основных способа монетизации медиа. Вы можете продавать две вещи. Вы можете продавать некое знание, которое дарит человеку серьезное преимущество по сравнению с людьми, которые его окружают и позволяют ему заводить больше друзей, зарабатывать больше денег, казаться более компетентным. Серьезное, чем он есть на самом деле. Это те вещи, за которые можно заплатить. Например, подписка на Business Insider Intelligence, из которого я достаю вот эти вот цифры, и вам здесь сейчас показываю, стоит. Business Insider Intelligence. Четыре исследования в месяц. О том, как устроен диджитал рынок. Сколько стоит подписка на скидку? 10 долларов. 10 долларов на год или на месяц? Короче, я отхватила акционную за 995 баксов. Потому что Early Bird. Если бы я немножко подождала, она бы стоила 1200 долларов. Что вам дает эта подписка? Ну, начнем с того, что вы можете в день выхода отчета годового или квартального Facebook, вы можете пойти и прочитать 400 страниц квартального или годового отчета Facebook. А можете получить от Business Insider Intelligence ровно через 6 часов рассылку, в которой для вас будут сделаны хайлайтс этого отчета, вычленные на все ключевые графики и выделены уже аналитиками, которые штатно работают, основные зоны роста и падения, о которых может идет речь. Более того, там с акцентами на основные продукты. Они единственные, кто делают там полноценно... Собственно, они раньше делали гигаом, но гигаом прикрылся. А полноценную аналитику рынка мобильной рекламы. Они исследуют трафик в медийных проектах. Это люди, которым вы, как специалист, платите эту 1000 долларов, и вы знаете, что вы самый информированный человек в помещении. Серьезно, это стоит 1000 долларов в год. Даже на украинском видеорынке, а уж на американском, когда это там десятая часть одной из ваших зарплат, в худшем случае. Это вполне себе приемлемые деньги. Но есть мой любимый вообще сайт. Кто-то знает сайт Политика? Политико. Образцовые вообще ребята, там, обладатели нескольких уже пуллицеров, такие вашингтонские инсайдеры, любимчики западного крыла. Существует же помимо сайта Политика, который мы с вами читаем, Политико Про, на котором все те же новости из Вашингтона, но на 6 часов раньше, друзья. Как вы думаете, сколько это стоит? Возможность быть инсайдером от Белого дома на 6 часов раньше, без необходимости прятать. 3295 долларов в год, акционная подписка. Подписка, если вы опоздали, 5000 долларов. За что платят эти люди? Они платят не за тексты, и они платят не за то, что политика такие замечательные, и не за то, что бизнес инсайдер интеллигенс нарисовал графики. Это тот случай, когда вы инвестируете эти деньги в вашу возможность больше зарабатывать. Абсолютно серьезно. Есть ли в Украине СМИ, которые производят контент, который позволил бы лично вам больше зарабатывать? И это ответ на вопрос, почему в Америке 25% составляют пользовательские платежи, а в украинском случае они никогда и не дотягивали, в общем-то, и до 5%. Чтобы продавать людям контент, нужно давать людям либо мощное конкурентное преимущество, либо много удовольствия. Много удовольствия на украинском рынке людям приносят некоторые проекты. Например, поэтому журнал Vogue продается, а не раздается бесплатно. Несмотря на то, что из 120 полос, в нем, как правило, не меньше 40, это реклама, и журнал мог бы быть окупаемым только за счет рекламы. Его очень важно делать платным, потому что в этом случае люди платят за удовольствие и возможность почувствовать, что они причастны к великому бренду. И что они не просто подержали в руках Vogue, а положили его на своем красивом столе и красиво заинстаграммили. Серьезно, это очень важная история. Есть ли в Украине еще медиа, в которой был бы смысл покупать ради удовольствия? Да есть, вот Soda отличный проект, он может приносить удовольствие. Esquire, да, он приносит удовольствие. Вы не станете богаче от того, что его покупаете, но вы можете его красиво заинстаграммить. Вог. Но есть целая категория проекта, на самом деле, которые просто делают вашу жизнь немножко красивее. И это второй способ получения пользовательских платежей. Существует ли третий, я не знаю. Если вы его придумаете, это будет очень круто. Но на самом деле невозможно другим путем людям что-то впаривать. По большому счету, медиа продают не контент. Как это не цинично звучит. Вам кажется, что вы продаете контент. Какой-то контент определенного качества, определенного жанра, определенных ценностей. Нет. Медиа в данном случае выполняет сервисную функцию. Вы продаете людям услугу. Услуга информирования. Или услуга расслабления. Или услуга ощущения чувства собственного превосходства. Может ли в этом смысле когда-либо монетизироваться за счет пользовательских платежей «Украинская правда», например? Может ли «Украинская правда» предоставить людям какую-то услугу, за которую они готовы платить деньги? Как вы думаете? Комментарии. Да. Представьте себе, что «Украинская правда» делает комментарии платными. Недорого. 30 гривен в месяц. Штучка. Серьезно. Но вы же понимаете, что этих людей сотни. Ну, их просто сотни тысяч, я скажу больше. А кроме того, есть же еще роботы на зарплате, которым нужно зарегистрировать сразу 10 или 20 пользовательских аккаунтов. Вот. Может существовать вообще гибкая сетка. Российский сайт замечательный, Т-Джорнал. Знаете? Нет? Знаете? Хороший очень сайт. Они придумали прикольную штуку. Знаю, что их аудитория — это супер жирные тролли. И понимая, что на интернет-сайте, который посвящен феномену интернета и тому, что в нем происходит, реклама в ближайшее время больше не предвидится, потому что больше не осталось рекламы, которая предназначена только для людей, которые интересуются интернетом. Это раньше существовали, помните, журналы «Мир компьютеров»? И в них покупали рекламу компьютеры. Были сайты для геймеров, на них рекламировали мониторы. Сейчас рекламировать мониторы вы можете на любом сайте, на котором много людей, или опять же купить за копеечку рекламу в Фейсбуке, там ее людям показать, и все будет хорошо. Поэтому Т-Джорнал понял, что монетизироваться за счет рекламы им в ближайшее время не очень-то грозит. Люди поступили абсолютно грамотно, зная, что именно эта аудитория, за всегда-то и Лукмора, Лепры и вот этих вот всех прекрасных проектов, испытывают непреодолимое желание высказаться, зафотожабить и обстебать кого-то, а по возможности еще и унизить, они сделали платные комментарии. Причем там потрясающая гибкая система. Там 33 рубля. Всего лишь 33 рубля, друзья. Это в переводе на украинские деньги при нынешнем курсе меньше 10 гривен. Стоит почитать комментарии. Так ты видишь только три самых популярных. Но если ты хочешь насладиться глубиной срача, то нужно заплатить 33 рубля. А если ты хочешь еще и принять в нем участие, друг, то будь добр уже заплатить 39. И в этот момент ты поняешь, что с тобой в комментариях сейчас будут полемизировать такие же благородные сэры, в которых, черт возьми, во-первых, есть 39 рублей, во-вторых, у них есть карточка, с которой они эти 39 рублей перевели ты Джорму. И в-третьих, они потратили эти 39 рублей не на слабоалкогольный напиток на основе сертифицированного этилового спирта «Виноградный день», а на комментарий, на интеллектуальный продукт, на замечательном сайте Тит Джорнл. Люди, вы думаете, у них стало меньше комментариев? Зайдите прямо сейчас, там треды из сотен и сотен вообще реплаев под каждой новостью. Потому что они придумали очень правильно. Они не закрыли доступ к новостям. Новости интернета люди получат и так. Они их прочитают как-нибудь. Большого удовольствия от обозрения, получаемого в интернете, тоже никто не получает. Ну, давайте будем честны. Нет никакого удовольствия читать очередное. Откуда есть пошел мем про Карло? Ну, то есть, сложно представить человека, который заплатит за возможность это почитать деньги. Но человека, который захочет зафотожабить и показать тем, кто прочитал эту статью, свой мем про Карло, оказались сотни. И Тит Джорнл в этом смысле очень круто монетизировался. Почему это мне делает «Украинская правда»? Лично для меня загадка. Возможно, потому что мы все знаем всех главных редакторов и журналистов «Украинской правды». Но знает ли кто-то их директора по развитию или коммерческого директора? Возможно, потому что им просто это неинтересно. Я не знаю почему. Но если у вас есть сайт, на котором самая прикольная мулька — это комментирование, а мы все уже понимаем, что никаких инсайтов из администрации президента и расследования дела Донгадзе на «Украинской правде» никто из нас никогда не увидит. И все, что мы на ней можем наблюдать, это, собственно, анамнез украинской интернет-аудитории во всей красе. Богатая довольно почва для анализа и для того, чтобы держать свое самолюбие превосходством над этими людьми. За это не грех же и полтинничек заплатили. Ну вот скажите честно, вы бы заплатили нам денег за возможность почитать комменты на «Украинской правде» раз в месяц? Мне вообще 50 гривен не жалко. Ну, правда, это настолько смешно и весело. А теперь представьте, речь идет о сайте, у которого суточная аудитория до 400 тысяч уников. И представим, что хотя бы четверть из них захочет читать комментарии. И, возможно, ну, так уж просто совсем мало людей, хотя бы каждый 20-й захочет прокомментировать. По моим скромным предположениям, это позволило бы «Украинской правде» перейти с рекламной модели на модель финансирования пользователей примерно в течение трех месяцев. Особенно, если соответствующим образом эту аудиторию окучивать. Ну, нет интереса, потому что есть рынок, есть реклама, «Украинская правда» большая, на ней лонера стоят и будут там стоять до 2020-го, как мы это обсуждали, года. А потом все закончится, как заканчиваются и другие славные истории. Но у вас есть время, у вас есть время и у вас есть возможность сделать сайт, на котором вы будете продавать людям какую-то прикольную услугу. Важно понимать, что, ну, просто держите это в голове, за тексты платить никто не будет. Мы это очень много раз проверяли. Потрясающий кейс, вот мне посчастливилось работать в холдинге «Дождь, слон», который принадлежит Александру Винокурову, все вы про него знаете, это замечательно, один из немногих российских оппозиционных холдингов, который изначально был придуман как медиабизнес. Винокуров — бывший банкир, который решил заниматься более общественно важными вещами после того, как его банк национализировали российские железные дороги. И решил делать медию, которая могла бы для него быть бизнесом, так же, как и банк. — А с каких это текстов, открывая их и заброшен? Мне таково просто, я сам читаю. — Я как раз об этом и хочу рассказать. — Слово гейк? — Да, вот. И вот, ну, интересная же такая ситуация. В какой-то момент телеканал «Дождь» начали выпиливать из сетей вещания. Деньги от сетей вещания, они вот там зашиты в пользовательских платежах на самом деле. Потому что, во-первых, вам платят кабельные операторы, да, за возможность стоять из этих вещаний. А во-вторых, часть этих денег зашита в рекламном бюджете. А теперь представьте, у телеканала стремительно падает аудитория. Кроме того, он перестает получать доходы от размещения в кабельных сетях. Там он был раньше в 15 пакетах, а теперь он в одном эшелоне, да. То есть его вообще невозможно найти. Денег становится сильно меньше, и люди начинают придумывать альтернативный бизнес-план. Потому что Лена Курова, он не Ротенберг, деньги ограничены, и он квартиру уже заложил. То есть вот такой хороший медиапредприниматель, честный и веселый. А что придумывает Александр и, собственно, директор «Дождя и слона» Наталья Синдеева? Они решают, что очень классно, мы последняя оппозиционная СМИ, давайте людям предложим платный доступ к нашим эфирам, в которых участвуют все, там, Ксюша Собчак, Быков, ну, все эти вам известные, замечательные люди. Во главе с Игорем и в гостях с Азаром. Ну, то есть вся эта прекрасная тусовка, которая сама друг другу готова заплатить по 200 рубчиков, просто чтобы можно было выпить бантемпе. Вот. А ситуация какая? В первый же месяц больше 10 тысяч людей донейтят свои деньги на дождь. Они их донейтят, и дождь выплывает, и даже кажется, что сейчас можно будет покрыть этот гэп. Но знаете, что самое интересное? Дождь эти люди не смотрят. Они за него заплатили, но время просмотра, глубина просмотра сайта, число прямых заходов на него никак не изменилось. Почему? Потому что люди заплатили эти деньги не за продукт. Они заплатили эти деньги за возможность, да, всем говорить, я заплатил за дождь. Всем выдали наклеечки. Более того, это, знаете, еще какая возможность потрясающая. Просто, ну, это такая красивая московская штука, повесить ссылку в свой фейсбук на материал на дожде, доступ к которому только платным пользователям, чтобы люди в комментариях спрашивали, а что там? А ты, говорю, да заплатим же за подписку, нищий грот. Вот. Или там, например, вечером встретимся в бандемке, я тебе расскажу. Ну вот, люди, это, ну, на самом деле, это стоит 500 рублей. Честное слово. Ну, например, морально унизить всю свою тысячу друзей в фейсбуке, или, по крайней мере, те 800 из них, которые на дождь не подписаны. Вот. И всем это очень понравилось, и ребята выпустили специальные наклейки, и чехлы для айфона, я поддерживаю дождь, ну, это все очень важные вещи, они должны быть. А зонтики даже с надписью, там, дождь и все дела. Вот. И устраивали по этому поводу классные вечеринки. И на эти вечеринки люди тоже приходили и приносили деньги. Но становился ли сайт от этого более посещаемым? Продолжение моей мысли, да, говорит о том, что никто не покупает тексты. Никто не покупает видеоролики, никто не покупает передачи Ксении и Собчак. В данном случае все покупают позу, все покупают, вот, ну, в Украине очень любят это слово, статус. Вот. Это статусный аксессуар в данном случае. В то же время, разумеется, из-за того, что проекты друг друга поддерживают, обмениваются трафиком, авторами и имеют смежные бюджеты, начинаются проблемы у замечательного сайта Slon.ru, который входит в десятку самых посещаемых сайтов новостных России. И он тоже один из немногих, на которых можно, в принципе, писать, что ты хочешь, да. На котором приличные авторы, там, бывший консул России в Греции пишет колонки в отдел мира. Ну, то есть приятные люди все это редактируют. Иван Давыдов, пять копеек, праздник, жизнь. Казалось бы, там, московская интегенция, есть что почитать. И возникает идея, что на Slonish тоже нужно, наверное, запилить платный доступ. И это хорошая идея, и это удобно, и у дождя же это выстрелило. Они тут всего сидят на этаже ниже и, в общем-то, делают то же самое просто с видео. Вот. Изначально это выглядело как идея проекта Digital Insights, который наследовал идеологический проект Business Insider Intelligence, Business Insider Intelligence, о котором я уже сегодня упоминала. И речь шла о том, чтобы продавать людям некоторые исследования российского рекламного рынка, мобильной рекламы, трафика. Изначально, когда вышел первый материал, его прочитали 120 тысяч человек. Он был в бесплатном доступе. И всем людям предложили подписаться на раздел Digital Insights. И вы не поверите, из 120 тысяч 30 тысяч на него подписались. Это очень, ну, кто имел дело вообще когда-либо с конверсией, 30 тысяч подписок с одного материала. Ну, там, крайне понятно, при кросс-промо в Фейсбуке, бла-бла-бла-бла-бла-бла. 120 тысяч прочтений и 30 тысяч подписок. Это, аллилуйя, после такого менеджера по подпискам берут на работу. Даже если это бесплатно. Просто возможность человеку слать что-то в почту. Мы выпустили второй материал этого раздела. И по ссылкам из почты в первый же день на него перешли 5 тысяч человек. Из 30 тысяч 5 тысяч в первый же день кликнули по ссылкам. И стало очевидно, что эта модель дистрибуции контента может быть очень классной. Что в этих случаях делает бизнес-инсайдер, да? Бизнес-инсайдер нанимает штат людей, которые начинают делать уникальные исследования рынка. Особым образом готовить к ним визуализации. И эти исследования вывешивать в закрытый доступ и людям путем интернет-рассылки продавать. На основном сайте их даже не видно. Иногда видно короткие выжилки. Ну, хайлайт. А полную версию исследования можно прочитать, подписавшись на него. Но у слона-то нет дополнительного бюджета для дополнительного штата. И более того, дождь выпилили еще из одного пакета кабельных каналов. И деньги уже совсем заканчиваются. И на самом дожде уволили половину людей. А и на слоне, в общем-то, массовые сокращения. И поэтому делается все по-русски. Люди берут. И те материалы, которые раньше выходили бесплатно, в том числе некоторые из тех, которые уже вышли, закрывают доступом, делают красивую такую плавающую плашечку. Вы просто начинаете. Никто не делает никаких хайлайтс, выдержек и бесплатных анонсов с возможностью подписаться. Просто материалы длиной больше 5000 знаков скрываются под кат. Новости бесплатные, к счастью. А любые аналитические материалы, за исключением некоторых колонок, когда автор этого требует, закрывают платный доступ. И вы можете прочитать только первых три абзаца. И короткого содержания того, что ниже, не предоставляется. Потому что короткое содержание – это тоже дополнительный человек, дополнительный ресурс, а значит дополнительная зарплата. А в России, между прочим, налоги на найм людей еще выше, чем здесь. Я уже не говорю про то, что аренда офиса в Москве, чтобы человека там посадить, и он работал. Это тоже примерно в 6 раз дороже, чем в Киеве. Вот просто посади человека у себя в редакции. И поэтому получается то, что получается. Несмотря на то, что подписка почти в 6 раз дешевле, чем на дождь. И несмотря на то, что у слона от эксклюзивного контента вроде как и больше, чем у дождя, потому что все-таки дождь – это видео, и там появляется 6-7 видеороликов в день, а слон может выпускать до 20 развернутых материалов в день. Эта штука не работает. В том числе и потому, что пересечение аудитории слона и дождя составляет больше 45%. И все эти люди, которые так хотели, выпив в бантемпе, обсудить закрытые материалы на сайте дождя, уже самореализовались. У них уже есть статусный аксессуар. Если вы уже купили Верту, вы не будете покупать во вторую руку айфон. То есть, ну, это было бы слишком странно. Даже несмотря на то, что айфон более функционален, да, вы же покупали Верту не для того, чтобы совершать мобильные покупки, вы покупали его для того, чтобы пацаны поняли. А поскольку пацанами вы уже в полной мере поняты, то второй раз платить пацанам за это не имеет никакого смысла. И поэтому, ну, а при этом же глубина прочтения это падает, из-за того, что люди начинают получать меньше материалов. Более того, они начинают меньше шарить эти материалы в социальных сетях, потому что шарят материалы, прочитав только заголовок. Всего лишь 50% пользователей. Остальные 50%, они читают даже то, что там внизу заголовка написана. И эти 50% перестают шарить, понимаете? Половина еще шарит, но половина уже не шарит, потому что они же не видели, что там написано. Вот. И в моем понимании это приводит к прогнозируемым последствиям. А к чему это приведет слон, я не знаю. Два года назад проект был на самоокупаемости. После того, как начал сыпаться российский рекламный рынок, а поскольку он летел выше, чем украинский, то и падает он больнее. Вот. Слон начал понемногу уходить в минуса. И вот это вот решение, это в том числе история про то, чтобы каким-то образом себя подстраховать и попробовать диверсифицировать модель, потому что мы же видим, что вот, есть пользовательские платежи, и они работают. Но они работают, повторюсь, в двух случаях. Вы получаете либо конкурентное преимущество, либо очень много удовольствия. Ну, одним из видов удовольствия может быть статус. За статус люди уже заплатили на дожде, а конкурентного преимущества слон при всей своей, там, ну, относительной глубине по сравнению с другой российской медиа, он не дает. Ну, как бы, если ты российская интеллигенция, да, ты уже российская интеллигенция. От того, что ты прочитаешь еще шесть текстов на слоне, ты интеллигентнее не станешь. Ну, если быть честными, да. В обществе, где это является конкурентным преимуществом, это не работает. Если бы рейд шла Нью-Йоркская фондовая биржа, и там внизу под катом были интерпретации котировок или прогнозы, да, за это был бы смысл заплатить. Когда под катом просто интересная колонка, вы сделаете одно из двух. Вы либо проскипнете мимо, потому что интернет бесконечен, и там интересных колонок еще 250 миллионов, если быть честными, да. Либо же вы ее спиратите. Что, кстати, несложно. Я вчера спиратила собственный материал на слоне, потому что обнаружила, что он в закрытом доступе. Очень я расстроилась. Я его писала, когда этого еще не было. Да. Так вот. Поэтому, отвечая на вопрос про слон, нет, к сожалению, не выгорело. Вот хотелось бы сказать, что выгорело. Но на российском видеоринке есть крутой кейс монетизации за счет контента пользователей. И всем я прямо страшно советую на него посмотреть, пока он не закончился, потому что его продали две недели назад. Это ведомости. Кто читает ведомости? А, ну вот сразу виден человек, который вообще знает толп медиа. Люди, на самом деле, ведомости — это величайшая ежедневка на постсоветском пространстве. Во-первых, начнем с того, что это единственный в мире проект, который совместно выпускают Wall Street Journal и Financial Times. Ну, это я не знаю, как если бы сейчас притула со Шрайком начали целоваться в деснах. Атар просто знает, да, вы и дети, и поэтому ему смешнее. Да, так вот. Ну, это уникальная коллаборация. Третьим собственником была Sonoma Media. Тоже потрясающая корпорация. Вы прекрасно знаете Sonoma. Это, ну вот, люди глянца. Они же привели Esquire в Россию, и они же были собственниками глянца в Украине. В России год назад предусмотрительно приняли закон об иностранных собственниках медиа. И теперь им можно держать не больше 20% акций. Sonoma все это очень неподвижно. Они начали стремительно распродавать активы. Они распродали вначале глянцевую свою часть. Вот. А сейчас продали и свою долю в ведомостях. И что ждет газету дальше, непонятно. Wall Street Journal и FT пока что держатся. И они не знают, что делать, потому что у закона он существует. Но как он будет имплементирован, никто не знает. И медиа с иностранными собственниками еще куча. Ну, короче, непонятно. что произойдет. Но с ведомостями интересно не это. С ведомостями интересно то, что это ежедневная газета с реальным тиражом 200 тысяч и при этом с интернет-подпиской, которая генерит 45% дохода от пользовательских платежей. Это для российского рынка это запредельные деньги. Ну, то есть, во-первых, это самая успешная деловая ежедневка. А и на украинском рынке, и на мировом рынке, и на российском деловые СМИ всегда конкурируют за стоимость рекламы удельную только с глянцем. Это две самых дорогих категории. Если у вас, как у рекламодателей, есть выбор размещаться там в новом времени репортере или в Форбсе и уже в покойном там коммерсанте, да, вы выберете Форбс и коммерсант, потому что деловую прессу читают люди, которые хотя бы понимают, что там написано. Вот. А у этих людей, у них как бы, вероятно, есть деньги. Вот. Ну, или когда их выпустят, у них появятся деньги. Вот. Поэтому деловые СМИ это всегда такая деньгоемкая, приятная вещь, она стоит в одном ряду там со всякими Вогами, Харперс Базарами и Таттлером. И у ведомостей был неплохой рекламный бюджет. Вы можете, кстати, поскольку они ФТ и Финэншал Таймс и Уолл Стрит Джорнл, вы можете найти их отчетность. Это компания с открытой отчетностью. Просто почитайте, как выглядит здоровая бизнес-модель настоящей ежедневки. У нас никогда не было, поэтому интересно посмотреть хотя бы как на близком рынке это устроено. Это люди, которым удалось победить за счет пользовательских платежей. Они ввели онлайн-подписку еще шесть лет назад. Тамарда, нам нужно четко сказать, что это было выдание, которое не везло в политику, даже в экономическую политику. За счет того, они настолько стабильными и впливовыми до этого часа, что их не рухало. Это очень важно мне не кажется. Это раз, а второе, первое же сколько? В семь лет существования ведомостей их издателем был легендарный Дерк Саур, который гражданин Голландии и который был, ну это вот такого размера голландский еврей, которого более-менее когда вызывали на ковер к Путину, Дерк просто садился и делал вид, что он не понимает, что ему говорят. Он говорит, ну я в голландском не очень сильна, но он делает что-то типа «Оброчай!» Не заниматься там. Да, ну. Вот. Да, ну и вот примерно в такую конфигурацию он уходил. С этим практически ну этому невозможно ничего противопоставить. Ну а вот он, наверное, приходил и дальше делал свой бизнес. Ну и вот он приходил периодически. Он говорит, так нет, вот же все нормально. И, ну, к ведомостям было очень сложно подкопаться. Это вот к вопросу, если там сравнивать. То, что происходит в России, то, что происходит в Украине. У ведомостей всегда был такой жесткий факт-чекинг. У них, во-первых, есть отдельные люди, должность факт-чекера. В истории украинских медиа должность факт-чекера была только в украинском Форбсе времен Володи Федорина. И это был факт-чекер ведомостей, которому они наняли парт-тайм раз в месяц вычитывать Форбс. Это легендарный чувак, его можно найти. Его фамилия, по-моему, Сарлыдбаев. Это парень, который попал в эту профессию. Он же сидит где-то в Казахстане. Он писал после выхода каждого номера ведомостей письма. А в Киевпост тоже дается этот факт? У них это очень легло. Это не специальный человек, они просто друг друга проверяют. У них редактор факт-чекает. Да, это есть. Но у них нет специальной институциональной должности. А вот человек, который проверяет все факты. И ведомости никогда не выпускали материал, пока у тебя не будет там типа трех подтверждений, всех согласований, указания каждого источника. Они конкретно всегда действовали. В сети можете найти, есть очень крутой документ. Те, кто собирается не менеджментом заниматься, а непосредственно журналистике, в ведомостях существовал легендарный документ, он есть в открытом доступе, называется догма. Догма ведомостей. Люди, это 24 страницы чистого удовольствия, регламент спора и проверки материала перед публикацией, включая технику написания заголовка и возможность классификации заголовков на допустимые и недопустимые. И в одну классификацию источников на допустимые и недопустимые. Ведомости всегда были настолько тщательные, что к ним было очень сложно подкопаться. А те немногие процессы, которые против них были, они выигрывали. Чего про украинские СМИ не скажешь, к сожалению. У нас, ну, вот была школа коммерсанта и была там школа Фарбса. Это были люди, которые хотя бы пытались стоять на этих позициях. Это первая штука. А вторая важная вещь, которую нужно знать про ведомости, чтобы понимать, почему они существуют, а, например, холдинг УМХ нынче ПАУ и лежит в руинах, это полностью белая компания, в которой ни одному автору не заплатят гонорар в конверте. Ведомости всегда со всех сторон были юридически безупречно застрахованы. Они всегда платили белые зарплаты. Кто знает вообще хотя бы один украинский медиапроект, который платит белые зарплаты? Кто видел декларацию Мустафы Ильиченко времен работы в Укрправде? Ну, понимаете, почему украинская правда это экономически рискованный актив, а ведомости это клевый бизнес-проект, да, для инвестора. Я сейчас говорю просто как инвестор. Вы не можете построить независимую медиа, которая может давать подзатыльники Кремлю, если вы платите зарплату в конвертах. Потому что, если вы, Борис Евгеньевич Ложкин, и в один прекрасный день к вам приходит Сергей, как его по отчеству Курченко, и говорит, Борис, а как насчет продать мне холдинг? А Борис говорит, а нет, ну почему, мне этот холдинг самому нравится, и мне с ним хорошо жить. А Сергей говорит, слушай, а у меня же тут ребята как бы из налоговой, может они придут, посмотрят, что тут, как у тебя. И становится понятно, что когда придут ребята из налоговой, то холдинг у тебя заберут бесплатно, а возможно вместе с ним заберут квартиру, а еще посадят тебя лет на 12. И нескольких твоих лучших друзей, и жену, которая работает издателем в этом же холдинге. Какие у вас переговорные позиции? Честно говоря, никаких. Когда к вам приходит и вы издатель ведомостей, будь то саном АФТ или Вашингтон пост, и говорят, слушайте, ведомости, а вы тут какое-то хрень написали, ведомость проходит, ну может написали правду. Если вас что-то не устраивает, подавайте в суд. И таким образом вот газета просуществовала, недавно праздновали 20 лет, да? Ведомостям 20 было. Да, 20 лет. Правда, говорят, в последнее время стало уже совсем тяжело даже ведомостям, и что там с ними дальше будет не совсем понятно. А коммерсант за это время совсем скурился. Но факт в том, что да, в России действительно существовало последние 5 лет СМИ, которое смогло построить диверсифицированную бизнес-модель, которая была основана в том числе на пользовательских платежах. У ведомостей, правда, была еще очень интересная штука, зашита в другое. Они продавали специализированные приложения, которые они выпускали как издатель и под брендом ведомости, но которые газетой ведомости не являлись. Возможно, кто-то из вас видел, это очень интересный продукт, и он был супер высокомаржинальный, он продавался за сотни тысяч долларов. Ведомости просто прилагали к своему основному тиражу бумажному такие буклеты, которые назывались «Ведомости гид по подаркам». Ну, то есть, это вообще никак не влияет на редакционную политику. Этот гид по подаркам чуть ли не верстает рекламный отдел. Это просто отдельная штука, которая выпускается четыре раза в год вкладкой. И эта штука позволяет вам еще месяц содержать эту сказочную редакцию из 120 человек с фактчекерами. Она не имеет никакого отношения к вашему основному продукту, потому что это просто... Там даже написано «Рекламное информационное издание». Это каталог, действительно, это каталог, который не имеет отношения к основному продукту. Он зашит его туда в другое, потому что это не прямые рекламные доходы. Это не доходы от размещения рекламы в СМИ, это просто издательская деятельность под ко-брендингом. Поэтому успешные кейсы продажи пользователям контента в русскоязычном даже пространстве, они существуют. Но они, видите, связаны либо с очень высококачественной информацией, как в случае с ведомостями. Это были люди, которые знали про отставку Суркова на уровне того, что когда они позвонили самому Суркову, Сурков про это не знал. Ну, заплатить за такую газету имеет смысл, потому что вы тоже узнаете раньше. Это там были люди, после которых заключались сделки и наоборот расторгались. Они могли разрушить репутацию бизнесмена. Ну, короче, это довольно величественная газета, и любым людям, которые занимаются большим бизнесом в России, это раз. А второе, чиновничьему аппарату, который использует ее как флюкер, было необходимо ее читать. Но важно понимать еще одно. В России чиновничий аппарат это сотни тысяч людей. В Украине, если вы сделаете газету, целевая аудитория которой чиновники и очень богатые люди, ваша целевая будет, ну, там, шесть, десять тысяч человек. Не больше. А в России, поскольку она огромная, это страна чиновников и ментов. Вы можете делать специализированное СМИ для чиновников или специализированное СМИ для ментов, и она выговорит, потому что это большая аудитория, и в ней всегда есть деньги, потому что эти люди получают деньги из бюджета, они могут за них заплатить. Короче, так у ведомостей получилось с пользовательским контентом, и так получилось у Ти-джорнала с сервисом для пользователей. И это во многом объясняет то, почему на украинском рынке этот процент такой низкий. У нас нету ни СМИ, которые готовы предложить контент, который дает вам конкурентное преимущество, ни в СМИ, которые умеют играть с пользователем и приносить им вот это вот удовольствие. То есть мне кажется, там, ну, на том же цензоре могла бы работать модель с платным доступом при возможности поиска. В хорошие времена на корреспонденте могла бы работать модель платных блогов. Ну, то есть какие-то штуки эти могли бы происходить, если бы они могли происходить, если бы рынок был несколько более гибким. А сейчас, когда он весь находится в этой текучке рекламных денег и чуть более чем полностью к ним привязан, это довольно жестоко, бесчеловечно, и у людей просто нет времени поднять голову и побороться за какие-то другие деньги, которые на самом деле существуют, и это вполне очевидно. А следующая вещь и поинт другое, это то, о чем я говорила. Ивенты, онлайн-маркетинг, перекрестные активности, совместные активности, брендирование, то, и все, и пятое, и десятое. К счастью, это в Украине уже происходит. Во Львове кто-то делает? Конференции, ивенты за деньги? Нет, да? Очень простой пример радиоаристократы. Радиоаристократы учиняют как минимум одну вечеринку в месяц под своим лейблом, на которую приходит хотя бы полторы тысячи человек. Все эти люди покупают билеты, деньги от продажи этих билетов раздаются клубу, который дал помещение, там, музыкантам, которые выступили, и людям, которые дали аппаратуру, но все остальные деньги это доход радио. И это позволяет радио создавать контент в дальнейшем. Перестает ли ваш бизнес от этого быть медийным? Нет. Является ли это доходом медийным? Да, абсолютно. Хороший кейс Forbes Club. Один билет на Forbes Club стоит? Украинский Forbes Club. Отель Fairmont, 5-6 спикеров, сделки и поглощения, 200 человек. Сколько за это платят? Подписка на Forbes, напоминаю, онлайн 299 гривен, бумажная по акции 499. Сколько стоит один билет на Forbes Club? 10 тысяч гривен. Ну, Андрей Близок. Нет, на самом деле 6-7 тысяч гривен. Рассчитано на то, я сейчас вам расскажу, почему так, почему не 10 и не 50. Рассчитано на то, что билеты будут покупать не топ-менеджеры, топ-топ-топ, которые из списка Forbes. Весь список Forbes приглашают бесплатно для представительства. А на то, что будут покупать руководители, там, я не знаю, «Житомир леса древа пил обработ спирт-синтез над». Вот. И этому человеку очень хочется почувствовать, что он свой среди своих, директор среди директоров, управляющий бизнесом среди управляющих бизнесом. И для него 50 тысяч, это уже многовато за такую потрясающую оппортиюнити. А пятерик, шестерик, это вот ровно то, что нужно, чтобы прийти в отель «Фэрмант» и выпить там с бахматиком по какому-то бокальчику. А может быть, даже кому-то из пацанов подхоботить немножко древопил-синтез вот этого вот. Вот. Короче, это абсолютно приемлемые деньги и это классный бизнес в том смысле, что «Фармсклуб» при всех затратах на организацию, а это, ну, на самом деле, довольно дорого захоботить «Фэрмант», привезти всех этих иностранных спитеров, то есть все, пятое-десятое реклам, он стал окупаевым уже с третьего выхода своего существования. Он вышел на ту модель, когда можно на него просто посадить девочку-менеджера и больше за ним не присматривать. Он работает. Каналы дистрибуции налажены, аудитория тоже отобрана, вы просто продолжаете рассылать эти рассылки, договариваться с двумя-тремя спикерами и приглашать их снова, снова и снова. И это, кстати, единственное подразделение всей деловой группы ОМХ, в которую в свое время входили журналы «Фокус», «Корреспондент», журналы «Сайт-деньги», «Сайт-корреспондент.нет», «Форбс» и «Форбс.еа» — это единственное направление бизнеса в деловой группе, которое до сих пор остается прибыльным. Все остальное при Гурченко за год удалось развалить. А эта штука оказалась настолько жизнеспособной и настолько бесконкурентной на рынке, но у нас нет ничего такого, что она вполне себе работает, даже если ее будут администрировать лошадей. Ну, что, собственно, по-моему, сейчас и происходит. Ну да, вот, короче, другие продукты и вот эти вот другие доходы для медиа, они не зазорны. Более того, они могут очень сильно украшать вашу жизнь. Конференции «Текранча» они не только собирают людей, которые лояльная аудитория и интересные для «Текранча» люди, а они еще и становятся поставщиками контента, потому что туда приходят те спикеры, слова которых интересно разместить на «Текранча», туда приходят те стартаперы, проекты которых вам интересно будет осветить. Это такая, ну, синергия, когда вы одновременно и собираете людей, которые вас потом будут читать, и собираете людей, про которых потом будет интересно у вас написать. К сожалению, чтобы в Украине масштабно кто-то делал такие вещи, я не могу сказать, но у нас есть примеры, например, «Walk Fashion Nights Out». Знаете этот проект? Не деловые СМИ, но «Walk» собирает разные бутики, публикует по ним, путеводитель, все бутики, которые в этом участвуют, скидываются. И они нормально скидываются, примерно по сумочке каждый. А сумочка в каждом из них стоит во 20 тысяч евро, друзья мои. Это же просто веселочек. Ну и да, у вас там вся редакция месяц стоит на ушах, и нужно выпустить два разворота про это прекрасное событие, а оно все равно смешное, потому что туда приходят эти две с половиной коллеги украинских селебрити в смешных костюмах, фотографии которых вам все равно придется запостить, потому что каждый номер вам нужно постить несколько фотографий украинских селебрити, потому что вы «Walk» и так устроена вообще ваша печальная жизнь. Короче, это нормально. Вы освещаете это событие, и туда приходят люди, которые вам интересны, и вы там можете перезнакомиться, ну еще там, как правило, наливают, и еще и деньги зарабатываете, чтобы можно было журнал дальше выпускать. Что вообще может быть прекраснее? Непонятно. Почему у нас так не развита эта категория? Ну, возможно, потому что она требует изначально больших затрат на входе. Чтобы организовать качественный ивент, за который либо люди, либо рекламодатели, а оба варианта приемлемые, платили деньги, вам нужен как минимум человек, который это умеет. «Walk», насколько я знаю, нанимает ивент-агентство. «Форбс» полностью у себя выстраивал эту штуку, но это было целое подразделение, в котором работали четыре человека. И это не считая специалистов, которых нужно привлекать из других отделов. Типа «А теперь позови дизайнера», «А теперь позови маркетолога», «А теперь позови чек». Это дорогая в запуске вещь, да, это правда. Но если она работает, то она гораздо более высокомаржинальная, чем тексты. Потому что, ну, там, условно, потратив 10 тысяч долларов на организацию одной такой конференции, вы можете из нее смело вынуть пантинник. Потратив 10 тысяч долларов на журналистские тексты, вы не получаете никакой гарантии того, что у вас кто-то купит рекламу на 10 тысяч долларов. Ну, в этом смысле это бизнес более верняковый, красивый и понятный. Ну, не совсем медийный, да, но он может, как я уже говорила, выступать куском синергии в случае с вами. Если говорить об инвестициях, это вот последний кусок и благотворительности, которые, как мы видим, на глобальном медиарынке там составляют жалкие крохи в размере 5-6 миллиардов для штатов. Кто эти люди, почему они инвестируют и что это? Кто-то что-то слышал о последних громких инвестициях на американском рынке? Кто это был? Там сейчас приходит очень прикольное поколение. Джефф Безос. Вам знакомый человек? Амазон. Человек, основавший Амазон и на этом заработавший свои деньги. Вот он проинвестировал в прекрасный проект Амитяра. Скажите мне, я вам скажу. Вердж и главный бренд бренд Верджа. Секунду. Я же все записываю. Вайс Ньюз. Да? Вы все знаете Вайс Ньюз? Да. Вы знаете, что Вайс Ньюз профинансировал владелец Амазона? Вот. Это технологический человек, который видит, что медиа и технологии в последнее время очень напрямую коррелируют друг с другом. И который знает, вот в чем преимущество Безоса, да? Он как владелец Амазона знает, в интернете можно зарабатывать деньги. И поэтому он верит в медиа и дает им эти деньги. И речь идет там ну не о каких-то копейках. Он дал им 380... Нет, на входе он им дал 250 миллионов. В течение года Вайс получил больше полутора миллионов подписок и 15 миллионов посетителей уникальных в месяц. Это, ну, для проекта, который существует год, даже в Штатах. Это за предель. Я думаю, многие из вас сами ходили на Вайс, поэтому бессмысленно рассказывать, почему этот проект крутой. Понимаешь, что ему год? Ему исполнился в апреле год. Вайс Ньюс? Ну, Вайсу как холдингу вот, проекту, который в себе обидел Берлж и все. А на столице не было богато там же... Они с 2008 года это все делают, да, но 250 миллионов им дали в прошлом году. И Амедьяры туда наняли. Сейчас у них капитализация компании, которая там год назад оценивалась в 60 миллионов, оценивается в 380. Это значит, что ту разницу в деньгах, которые бессмысложил, он уже практически покрыл. Нужно еще немножко подержать, штука выстрелит, и она опять перейдет в категорию пользовательские платежи или реклама, или другое, что-нибудь из этого. Инвестиции больше не понадобятся. Эта прослойка инвестиций на американском рынке выглядит такой тоненькой просто потому, что она очень временная. Это вещи, которые выстреливают и быстро меняют модели монетизации. Вот люди взяли инвестиции, они их освоили и вышли на какой-то другой источник финансирования. То же самое было с Vox. Vox.com, Explanatory Journalism, объяснительная журналистика, Эзра Кляйн, ему же тоже дали денег, 250 миллионов, и это тоже были венчурные инвесторы из Силиконовой Далии. И Vox с момента своего создания у них уже прошло чуть больше года, они на 35-м месте среди американских новостных сайтов. Им хватило там этих 250 миллионов, чтобы выстрелить, и если бы они сейчас надумали продаваться, они бы продались дороже, чем в них заинвестировали. И поэтому они опять же, вот эта прослойка на самом деле, вот которую мы видим, она тоненькая, она огромная, это миллиарды. Но прикол в том, что эти миллиарды умным образом вложены, они очень быстро перетекают в другие источники дохода, потому что из них делают настоящую медиа. Важно же понимать, что чем инвестиция отличается от благотворительности и гранта, это в том, что инвестиция по большому счету это кредит, который нужно вернуть. И хороший инвестор, он всегда просит от вас бизнес-план, или вот если кто-то из вас когда-то видел в банке, план выплат по кредиту. Ну вот, собственно, план погашения моих инвестиций в хорошем случае, но человек должен понимать, что они вернутся. В Украине инвесторы действуют немножко по-другому, и поэтому их так много в общей доле финансирования СМИ. За последние два года в Украине запустились по меньшей мере 20 новостных проектов. Все вы знаете Вести, и Вести они именно в инвестиционные составляющие рынка. Все вы знаете Инсайдер, и Инсайдер тоже именно в инвестиционные составляющие рынка. Это Хабс, это вот ваши проекты, которые вы делаете за свои, как вы говорите, берем деньги из тумбочки. Ну, радиоаристократы там первые полгода существования тоже делались за деньги из карманов ведущих, которые они заработали на предыдущей работе. Ну, это такие, это как копеечные инвестиции, за которыми вы должны очень быстро перейти на другую модель существования, либо же это большие дурные деньги, которые не требуют от вас никаких обязательств. Вот. Если говорить об инвесторах, у кого-то из вас есть опыт переговоров с инвесторами? Кого-нибудь нанимали на работу в новой СМИ? Когда-нибудь? Ну, в мене был досвид переговоров с инвестором Олександром Трикяковым до перепамлетчинцей, это было приведено «Бычу!» Я про него так давно не слышала, а он же... Что? Он же будет на Руфеева побачить. Не дай бог. Это такой страшный вообще жженый ублюдок. Очень неприятный человек из команды любых друзей. Вот. Мы с тобой слишком старые, а так? Ой, слишком старые, боже. Ну, это было не очень приятно, но он не требовал бизнес-плана на пакет. Его цикавило только, чтобы мы приносили какую-то пункт. Point number one. Никогда не берите денег, которые у вас не просят вернуть. Это не только комедия-бизнеса касается. Якщо у вас вкрутна худына, и кто с мам каже, возьмите 2000-х доларь, ты мне ничего не выну, но все нормально? Люди, это подстава. Ну, железно. Этот человек в самый неподходящий момент вашей жизни возникнет вырежет и вырежет вашу почку в лучшем случае. Ну, там, или предъявит документы на вашу квартиру, или увезет вашу маму в лес, или увезет в лес вашего пиарщика, как это однажды было с небезызвестной маркой водки Хортица. Вот. Короче, никогда не берите денег, если вас не просят их вернуть. Особенно, если вы собираетесь заниматься медиа. Никаких добрых дядь и инвесторов, которые хотят послужить развитию демократии, становлению прекрасного в стране, правда, их не существует. И, ну, это можно гарантировать. Второй вопрос, в каких случаях все-таки деньги брать, то есть, если у вас просят деньги вернуть, в каких случаях на это соглашаться, в каких случаях нет. Ни в коем случае нельзя соглашаться, руководить проектом и быть ответственным за его бизнес-показатели, если вы не являетесь совладельцем проекта. Вы налетите. Главным редактором можете наняться, издателем не нанимайтесь. Вот если вас попросят быть медиа-менеджером и не предложат долю в новом проекте, сразу отказывайтесь. Потому что если проект выстрелит, вы все время будете думать о том, сколько денег вы не заработали, а если проект не выстрелит, этот самый добрый дядя к вам придет и скажет, деньги и твоя очередь. В общем, это по-разному происходит. По-хорошему деньги хорошо брать у профильных инвесторов. Потому что на украинском по крайней мере рынке я не знаю ни одного примера непрофильного инвестора, который бы построил цивилизованную медийную компанию. Есть, нет? У нас непрофильный инвестор. Нет. В России в принципе похожая ситуация, даже если человек очень хороший, вот как Саша Винокуров, который делает «Слонный дождь». Он-то их делает, он даже не нагибает людей, ничего хорошего. Но вся эта Шарашкина контора очень скоро накроется. Как собственно и банк Саша Винокурова. По той простой причине, что делать мыло и делать медиа это немножко два разных бизнеса. Они по-другому устроены, и это не та вещь, в которой вы можете подписываться под какие-то гарантии. По-хорошему брать деньги у профильного инвестора. В случае со Штатами профильные инвесторы это люди инвесторы из других интернет-проектов. Это не медийные проекты, но это люди, у которых есть опыт работы в интернете. И они понимают, на что они дают вам деньги, они понимают эту штуку про выгорит-не выгорит, они тоже это осознают. В Украине я не могу сейчас назвать людей, у которых было бы безопасно взять деньги на медийный проект, к сожалению. Поэтому нужно себе давать отчет, что несмотря на то, что эта прослойка денег на украинском рынке так велика, и несмотря на то, что вам еще много раз будут приходить и деньги предлагать, лучше 250 раз подумать, прежде чем начать участвовать в этой прекрасной лакханалии. Есть еще вопросы по структуре дохода в медиа и того, как она устроена, и что откуда берется? Так я в Украине таким пробудком извиняюсь. Конечно есть, но мы сейчас про украинских я думала еще отдельно поговорим, просто пройдемся по топу бедмира, а я расскажу у кого какая модель монетизации, кто прибыльный, кто нет, маленького проекта только, потому что мне нужно пересесть за другой компьютер. Есть, конечно, есть, но правда прибыльная, абсолютно честно прибыльная, причем даже со сверхприбылями. Они могут себе позволить даже инвестировать в какое-то развитие. Это правда. До сих пор комсомольская правда все время своего существования, комсомольская правда как проект прибыльная. Все время своего существования прибыльный проект теленеделя. Украинский ВОК через полгода после запуска вышел в плюс. Телеканалы прибыльные у нас есть. Это Интер и 1 плюс 1. Остальные телеканалы, я думаю, нет, хотя они тоже этого не показывают. Из маленьких сайтов платформа прибыльная. У них диверсифицированная модель, причем, вот, кстати, единственный, наверное, украинский сайт, у которого все кусочки пирожка. Они и гранты берут и устраивают ивенты, и пользовательские платежи краудфандят, и рекламу размещают. Прям красный. Я не знаю таких трехов. А имеют ввиду операционную окупаемость? Я всегда говорю о фактической окупаемости, потому что, ну, это неинтересно, это раз. А второе, операционная окупаемость, это же очень просто, ты понимаешь, да, как она делается? Ты им... Но это же другая история. Он их купил, он их не вложил в бизнес. Тут речь идет о оперативном финансировании СМИ. Это вот то, сколько денег влито в отрасль напрямую в этом году. И когда мы говорим, например, об инвестициях Кляйна, да, это не те деньги, за которые он его купил, это те деньги, которые он выделил на развитие проекта, понимаешь? Ну, и в случае там с Украиной, эти деньги, это вот то, что прямо сейчас операционно направляется на развитие Вестиль, я не знаю, Инсайдера, газета Сегодня, которая, по-моему, опять ушла в минуса. Хотя была в одной операционной окупаемости, как справедливо отмечалось. Хотя первоначальные инвестиции, я не думаю, что они отбили. Ты же помнишь, они там выписывали аркигинский менеджмент? Нет, а Ахметл просто в интернет не заедет, вкладал там десятками. Да, там был безумный. Это же еще такая штука, что деньги можно потратить очень по-разному. Ахметов очень смешно тратил и тратит деньги в медиа. То есть, на самом деле, такой проект, как газета Сегодня и сайт Сегодня, он мог бы быть окупальным. Это вещь, которая как модель вполне себе рабочая. Но она рабочая при условии, что у вас там директор этого бизнеса не наемная россиянка Катерина Лапшина, и вы не зовете три раза в год аргентинских консультантов за безумные деньги, чтобы они вам нарисовали восемь дизайнов, ни один из которых вы не используете. Ну, то есть, а просто действительно вкладываете эти деньги в развитие этой самой меди. А так-то да, развлекаются по-разному. И, ну, в связи с этим некоторые проекты, они либо в минусе, либо, ну, да, на операционной окупаемости не меряно проекту. Просто не меряно. Ну, например, чтобы я поняла, когда я брала фокус в 2012 году, журналу на тот момент было пять лет, у журнала был бизнес-план, который мы выполняли стабильно, но весь этот бизнес-план был заточен под погашение кредита, который был взят на журнал в момент его запуска. И когда я отдавала фокус в... Не, я фокус взяла в 2011, вот я соврала, было пять лет. Вот. И когда я отдавала фокус в 2013 году, он только-только погасил кредит. И как только он кредит погасил, его продали Каусману. Вот. Вот, собственно, семь лет понадобилось журналу у фокуса. Я не могу про это ничего сказать, потому что уникальный совершенно кейс по уровню текучки кадров. За 11 месяцев со временем прихода нового главреда из 46 человек редакции там не осталось ни одного из тех, кто с вами работал. Поэтому не могу прокомментировать ни редакционную ситуацию, ни финансовое положение этого проекта. Ну, я посмотрела, я купила несколько номеров, на самом деле, есть тоже, знаете, такие, на рынке, это как бы гейги, вам точно никто не скажет, но между собой есть такая штука, там, издательные просчитают, у кого сколько полос рекламы. И вы более-менее знаете на глазок, сколько, ну, поскольку, если вы делали когда-то журнал, и знаете, по чем реклама, вы можете более-менее на глазок сказать, окупаем он или нет. Так вот, люди, которые покупают новое время, которые идеологически наследник корреспондента, и которые на него очень похожи, и у которого похожая модель монетизации, и даже очень похожая редакция, корреспондент был в плюсе в случае, когда в номере была продана каждая четвертая полоса. Вот. Просто возьмите времена, когда корреспондент был прибыльным. Возьмите любой корреспондент 2007-го года, 2006-го, любой корреспондент 2011-го и первой половины 2012-го года. И посмотрите на число рекламных полос. А потом сравните с числом рекламных полос в любом номере нового времени. Пока, ну, и при этом обращайте внимание на то, какая из реклам бартер. Если реклама рекламирует другое медиа, или реклама рекламирует мероприятие, в котором корреспондент значится как информационный партнер, это бартер. Чтобы, ну, такой журнал был окупаемым, каждая четвертая полоса должна быть рекламной. Пока это не так, нет. Ну, там, если говорить об интернет-сайте, да, там, вот вы заходите на главную инсайдера, если у вас на главную инсайдера пройден один баннер, это значит, что в августе этого проекта не будет. Хотя нет, у нас выбора Киева мэра в осенью, я думаю, что его не будет где-то к январю. То есть, если ситуация будет и дальше выглядеть там. Заполняемость рекламы это очень хороший показатель вообще того, как проект себя чувствует. В этом плане, когда бы вы не зашли на Украинскую правду, она цветет и пахнет, там продано все, включая вот эти, вот знаешь, кощунственные сеошные ссылки. Вы обращали внимание, нет? На Украинской правде там внизу всегда в футере сайта написано что-то типа сувенирная монета или еще какая-то фигня. А знаете, зачем это делается? Кто знает, зачем это делается и как-то работает? Андрей знает. Да. Когда поисковик индексирует сайты, он учитывает такой показатель, как то, какие сайты на него ссылаются и насколько популярен и авторитетен сайт, который на него ссылается. Например, если ссылка на ваш сайт есть в Википедии, вот просто в реквизитах Википедии, это очень хорошо для SEO. Вот условно, если вы делаете журнал, в котором пишете про украинских интеллектуальных деятелей, вам нужно обязательно получить права на редактирование Википедии и к страничкам каждого из этих деятелей ссылку на интервью с ним подшивать. Когда таких ссылок на интервью в Википедии будет там больше 500 штук, ваш сайт по запросу об этом человеке будет вылезать вторым после Википедии. Это такое хорошее SEO. А есть плохое SEO, например, если вы выпускаете сувенирные монеты, и вы не можете никак втулить ссылку на ваш сайт про сувенирные монеты Википедии. Вы связываетесь с отделом рекламы украинской правды, говорите, а вот что, если внизу, вот даже не видно будет, можно написать белым по белому, серьезно, можно белым шрифтом написать на белом фоне. Я не вижу, всегда читайте код, там столько интересного написано, вы просто включаете и читаете, КМР-коды читаете, там просто ржак. И там внизу написано сувенирные, например, монеты. Я не знаю, что там, у них сейчас недавно были монеты. И ваш сайт с сувенирными монетами, когда человек пишет сувенирные монеты, ему говорят, так вот же они, потому что на них ссылается сайт, на котором 500 тысяч уников каждый день. Это очень клевая сувенирная монета, думает Google. И отправляет человека туда. А сувенирные монеты, говорят, так себе. Но, но, украинская, это правда, заработала денег, и никто даже не заметил. Можно же написать, например, сереньким, на сереньком, тоже очень красиво получать. Вот. И вы такие сидите, а денежка капает в этот момент. И поэтому украинская правда до сих пор существует. Потому что они, во-первых, никогда не гнушались, никогда не выпендривались. Вот. Ставили всегда добросовестную рекламу и честно ее продавали. Вот. Хороший, окупаемый проект. Платит зарплату даже журналистам, я знаю. Вот. Некоторым. А некоторым, если посмотреть на декларацию, то вроде и не платят. Но они просто так любят этот сайт, что на него все равно пишут. Это тоже случается с людьми в мире бизнес-модель. Вот. Если есть еще общие вопросы по монетизации, их можно задать сейчас. Если кто-то услышал непонятное слово, я готова его объяснить. А про ту дебюту можно спросить? Да, можно. Я про нее не так хорошо знаю, но что-то могу разговаривать. Ну, приблизительно, мне интересно, сколько стоит реклама на телевидении? И как она? Реклама. На каком телеканале сколько времени, что за реклама? Вы хотите быть спонсором шоу или купить? В телевидении еще есть такая интересная штука, это слоты. Реклама в 6 утра стоит дешевле, чем реклама в 7 утра, а реклама в 7 утра стоит дешевле, чем в 8, а в 8,9 дорого, но еще дороже, в 9 вечера. А если в это время идет голос Калины, то это вообще тысячи и тысячи. Нет, на телевидении очень гибкая система, там вот вплоть до того, что когда заполняют, это можно найти в интернете, есть такие специальные большие таблицы слотовые. Ты берешь, и буквально вот по секунду оно тебе учитывает, у тебя, например, 13 секунд ролика могут попасть в один временной слот, а 12 секунд в другой временной слот. Причем это даже не от тебя зависит, потому что вот шла передача, она прямо в эфире, и тебя чуток сместила по слоту. И тебя постфактумом тарифицируют. Допустим, в этом слоте оно могло стоить 5 гривен в секунду, ну, 5000 гривен в секунду, а в следующем оно будет стоить уже 7000 гривен в секунду, и у тебя будет ролик тарифицированный под двум этим тарифом. Ну, потом в конце сядут менеджеры, бухнут, все это округлят, и выставят тебе какой-то единый счет. Но вообще там какой-то одной цифры нет. И очень разные каналы. Это нужно смотреть. Вот если пригласит к вам Андрея Таранова, директора Квенди Групп, которая делает все эти чудесные телерасчеты, пиплметры, и обслуживает телерекламу в шести, по-моему, странах, то вот Андрей вам про это расскажет, он очень хорошо разбирается. Я не сильна, не сильна, к сожалению.